Возьмем сотовый телефон и закрепим его на нитяной подвеске под колпаком. Позвоним на телефон. Звук прекрасно слышно. А теперь откачаем из-под колпака воздух с помощью насоса. Позвоним еще раз. Звук почти не слышен. Откроем клапан. Воздух зашел под колпак и звук опять появился. Звук не может распространяться в пустоте. Для этого нужна какая-нибудь упругая среда, которая может сжиматься и расширяться. И этой средой не обязательно будет воздух. Приложив ухо к земле, сказочный богатырь мог услышать, как где-то вдали скачет конница. Современные ученые геофизики тоже прикладывают к земле. Но уже не ухо, а микрофон. Поиск полезных ископаемых с помощью звука называется сейсморазведкой. Чтобы узнать, как располагаются под землей различные геологические пласты, вблизи от поверхности земли подрывают взрывчатку. Звуковые волны уходят вглубь земли и отражаются от границ пластов. По времени возвращения волны можно определить, на какой глубине находятся эти пласты и какую форму они имеют. А теперь запакуем сотовый телефон в пластиковую банку, а банку подвесим в воде внутри аквариума. Сделаем звонок. Звук доносится до нас так, словно никакой преграды вокруг телефона вообще нет. Значит, звуки прекрасно распространяются и сквозь воду. Мы говорим «нем как рыба», но на самом деле подводный мир живет разными звуками. Черноморская ставрида лает, как собака. Морской налим урчит и хрюкает. Дельфины переговариваются между собой и под водой с помощью звуковых сигналов, похожих на свист, щелчки и поскрипывания. У дельфинов есть даже свои имена, по которым они окликают друг друга, совсем как у людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова